Здравствуйте! В эфире программа «Здоровый север». С вами я, Рябенкова Мария, и наша гостья – хирург-онколог мурманского онкологического диспансера Наталья Давыденкова. Наталья Александровна, спасибо большое, что встретились с нами, чтобы поговорить о такой серьезной на сегодняшний день проблеме, болезни, как рак молочной железы. На самом деле профессия, дескать, мужская, принято так считать. Расскажите, что вас привело на эту медицинскую стезю? Спасибо большое за ваше сотрудничество, потому что я считаю, это очень важно, как просветительская часть работы врача. Особенно это важно в рамках розового октября, учитывая, что во всем мире этот месяц посвящен борьбе с раком молочной железы. Касательно моего выбора профессии, с одной стороны, мне было легко, потому что я медик в третьем поколении, а с другой стороны, выбор хирургии в начале карьеры, да, это кажется очень легким и логичным решением, но с течением времени ты понимаешь, насколько тяжел этот выбор. Поэтому женщинам, которые свою жизнь хотят связать с хирургией, я бы советовала очень внимательно подумать в начале своей карьеры. Сколько вы уже на данный момент работаете, да, в своей профессии? Ну, давайте мы ограничим период моей работы онкодиспансером. В онкодиспансере я работаю с 2008 года, то есть моя хирургическая деятельность в рамках онкодиспансера началась именно с этого времени. То есть я оперирующий хирург-мамолог с 2008 года. То есть на самом деле уже достаточно приличное количество лет. И такой момент еще также про именно ваши ощущения. Вот для вас в чем плюсы и минусы работы онкологом? Вы знаете, мне очень интересно работать в этой специальности и очень интересно, конечно же, развитие этой области, которая происходит буквально на моих глазах. Если брать хирургический аспект, то, например, раньше мы делали аспект на безопасности лечения, и хирургические операции были огромными, такие как мастектомия помадана, то есть полное удаление молочной железы определенным способом, то потом хирурги стали рассматривать органсохраняющие операции. Это уже была и безопасность, и эстетика. А сейчас безопасность и эстетика, можно сказать, на равных. То есть идет новая ветвь развития хирургического лечения. Это онкопластические операции. То есть не только сохранить молочную железу, но и сделать так, чтобы ее внешний вид был эстетически приемлем. Наталья Александровна, каковы причины возникновения рака молочной железы у женщин любого возраста? Ну, наверное, именно конкретные причины рака молочной железы назвать сложно. Хотя можно все случаи рака молочной железы, если взять за 100%, разделить на 90% и 10%. То есть 90% – это спорадические случаи рака молочной железы, то есть те, которые возникли без видимой на то причины. Но у 10% рака молочной железы есть наследственный фактор – это семейный или наследственный рак молочной железы. И эта категория женщин, она сейчас находится под пристальным вниманием, и для них разрабатываются особые алгоритмы наблюдения, потому что, в частности, опухоль у них будет встречаться на десятилетия раньше, чем в общей популяции. Если говорить не о причинах, а о факторах риска, то да, факторы риска по отношению к раку молочной железы известны. И если учесть, что наиболее частый возраст, когда мы встречаем эту патологию с 40 до 60 лет, то тут важно выделить, наверное, такие факторы. Это раннее начало месячных, позднее наступление менопаузы. То есть этот промежуток времени растягивается, становится длиннее, когда гормоны воздействуют на ткань молочной железы. То есть это отсутствие родов в принципе. Это факторы риска, такие как курение, алкоголь, это факторы риска, такие как сахарный диабет, повышение артериального давления и ожирение. К сожалению, вот если мы встречаем вот эту вот триаду, то это наш в кавычках идеальный пациент за 60 лет. То есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение и после 60. То есть вот это можно выделить такую особую группу женщин, у которой мы будем более насторожены при диагностике нашего заболевания. А у молодых девушек может ли встретиться такая болезнь или, возможно, уже предрасположенность к ней? К сожалению, рак не защитит никого. И да, мы встречаем рак молочной железы в раннем возрасте. И у нас есть молодые пациентки, частично это может быть из группы с наследственным раком, раком молочной железы, но частично это может быть связано с тем, что мы стали лучше диагностировать рак молочной железы. У нас появились новые возможности, которые нам позволяют опухоль найти намного раньше, чем она себя клинически проявит. А вот что касается Мурманской и Мурманской области, можете ли нам какую-то статистику привести? Насколько здесь эта болезнь, наверное, если можно сказать, процветает, ну или вообще выявляется у женщин? Вы знаете, я в последнее время анализировала ту статистику, которая была опубликована на Северпосте, и меня заинтересовал тот факт, что каждый пятый северянин – это человек в возрасте за 60 лет. Если это наложить на популяцию женщин, которая у нас преобладает в более пожилом возрасте, и учесть, что их 375 тысяч, то мы достаточно часто будем видеть это заболевание. Если выражать в конкретных цифрах, то это 429 новых случаев рака молочной железы за 2022 год. Статистика за 2023 год ещё неизвестна, потому что год ещё не закрыт. И если анализировать десятилетия, то да, есть прирост в процентном соотношении. Если выбрать минус 10 лет назад, то это плюс примерно 18% новых случаев рака молочной железы. А как вы сами считаете, что влияет на это? Ну, хотя вы сказали немного про факторы, что точно никто не может сказать, но как вам кажется, влияет ли то, как наш мир меняется с каждым годом? Может быть, какая-то окружающая среда? Может быть, пища, которую мы кушаем? Ну, вот именно какие-то все факторы? Или, ну, наверное, это всё имеет значение? Ну, вы затрагиваете вопросы профилактики. Собственно говоря, профилактика делится на первичную, вторичную и третичную, да, профилактику. И те вопросы, которые вы осветили, это относится к вопросу первичной профилактики, относятся к ведомству государства, то есть это пропаганда здорового образа жизни. В том числе это, конечно, качественные продукты питания, в том числе это двигательная активность, отказ от вредных привычек. Это и составляет первичную профилактику. Хорошо, тогда расскажите нам сейчас вот на данный момент, да, в мире, ну, я не знаю, в России у нас, какие есть методы диагностики этой болезни, и также, ну, насколько они доступны. Я не буду останавливаться на тех методах, которые морально устарели, да, но у нас намечается триада лидеров. Это ультразвуковое исследование молочных желез, которое более актуально для молодых женщин. Это маммография, рентгеновское исследование молочной железы. И не уступает им по эффективности, но, к сожалению, по дороге вздне превосходит оба эти методы. Это МРТ молочных желез с контрастированием. Что из этих диагностик доступно жительницам, да, по полюсу обязательного медицинского страхования? Ультразвуковое исследование и маммография, они входят в диспансеризацию. В частности, начинается диспансеризация у группы 40 до 60 лет, и маммография выполняется один раз в два года. При отсутствии каких-либо проблем, да, она будет выполнена вот с такой частотой. Если же есть какие-то проблемы, то доктор уже назначает и изменяет интервал обследования. Это может быть более частое выполнение данного обследования. И касательно того, кому что выполнять, то ультразвуковое исследование предпочтительно для молодых пациентов, потому что молочная железа, она состоит из нескольких типов тканей. И самое главное, в котором возникают опухоли молочной железы, это железистая ткань. Если ее просвечивать рентгеном, то для рентгена она превращается в такое белое молоко. Структура этой ткани не видна. А при исследовании молочной железы, в которой преобладает железистая ткань, ультразвуком, структура этой ткани видна идеально. В том числе на ультразвуке мы можем понять, какие патологические включения в ткань молочной железы мы видим. Либо это плюс ткань, да, какая-то доброкачественная опухоль, или измененная по структуре участок ткани молочной железы. Или, например, это кисты, то есть полости, заполненные жидкостью. Для ультразвука этот вопрос не является загадкой. Момография же будет предпочтительным исследованием для женщин после 40 лет. Особенно будет актуально для женщин, у которой внутренняя структура ткани молочной железы представлена жировой тканью. Потому что для рентгена она буквально прозрачная, и мы увидим наши коварные звёзды, то есть трак молочной железы на снимке видит, как такая, как комета, как звезда. Мы увидим буквально минимальный размер опухоли. В частности, у нас были опухоли 3-4 мм, которые были отлично видны при выполнении маммографии. Расскажите нам, насколько важно самообследование, и на что обратить, возможно, внимание при пальпации, и также, если что-то будет найдено, что-то не то, то куда нужно обращаться женщинам, куда идти? Мы никогда не будем исключать самообследование из наших рекомендаций, поскольку это самый доступный метод, которым может воспользоваться женщина. Конечно, есть определённые требования к выполнению данного исследования. Например, это исследование должно выполняться после месячных, в первую фазу цикла. И если женщина пользуется самообследованием, то она должна делать это достаточно регулярно, чтобы подсознательно знать структуру своей молочной железы. Тогда какие-то мелкие изменения, которые насторожат, они послужат поводом к обращению медицинским работникам за помощью. И куда ей нужно после этого идти, чтобы пройти диагностику, профилактику? Куда нужно ей обращаться? Дело в том, что профилактика и диагностика – разные вещи. То есть профилактика – это абсолютно здоровый человек. Он приходит, выполняет исследование, которое полагается для лучшей оценки состояния этого органа. Например, абсолютно здоровая женщина после 40 лет в рамках диспансеризации приходит выполнять маммографию. То есть результаты маммографии, да, конечно, они могут быть абсолютно разные. Мы их условно разделим. Не будет выявлено никакой патологии. И будет выявлена патология, которая будет нуждаться в дальнейшем уточнении. Вот это вот профилактическая маммография. Когда человек пришел, он не знает, его ничего не беспокоит, с ним все хорошо. И он выполняет плановые исследования. То есть я правильно понимаю, что для начала человек должен пройти диагностику. И если у него все хорошо, он начинает проходить просто регулярную профилактику. А если у него какие-то проблемы, то тогда лечение, соответственно, начинается. То есть, наверное, скажем так, профилактика все-таки стоит на первом месте. То есть вы профилактируете что-то, да, или ваша профилактика направлена на раннее выявление проблем, которые могут встречаться. То есть диагностика – это когда вы уже столкнулись с какой-то проблемой, и вам необходимо выбрать дополнительный метод исследования, который вам позволил бы уточнить, что это за проблема, и разобраться, куда женщина или что она должна делать в той или иной ситуации, столкнувшись с проблемами, с заболеваниями молочных желез. Потому что это большая группа заболеваний, туда входит не только рак молочной железы, также доброкачественные опухоли, также предраковые заболевания, также рак инситу, рак на месте, который относится к самым ранним формам рака молочной железы. То есть это очень неоднородная группа заболеваний. Куда нужно человеку идти, если он что-то обнаружил, либо даже если он ничего не обнаружил, ему нужно прийти на профилактику? Ему нужно сразу в онкологический диспансер идти? В рамках диспансеризации, которые мы, ответственные граждане, должны проходить регулярно, человек обращается в поликлинику по месту жительства к терапевту или к акушер-гинекологу. И данный специалист, он первый, кто сталкивается с женщиной, он назначает это базовое исследование. То есть это проходится в поликлинике по месту жительства. А вот когда выявлена проблема, то здесь пути для жителей Мурманска и Мурманская области, они будут немножко разные, потому что жители Мурманска будут направляться в Центр амбулаторно-онкологической помощи на дообследование жителей области, направляется в поликлинику онкодиспансера, где происходит дальнейшая диагностика и решение их проблем. Расскажите нам, пожалуйста, про такой рубеж, как 40 лет. То есть правильно ли мы понимаем, что до 40 лечение оно одно, после 40, возможно, оно как-то меняется. Лечение или диагностика? Возможно, диагностика, да. Это достаточно условный рубеж, то есть это связано с частотой встречаемости рака молочной железы, потому что возраст с 40 до 60 лет является пиком по раку молочной железы. И скрининг мы должны проводить в тех группах, где мы можем выявить максимальное количество рака молочной железы. И, собственно говоря, если есть у женщины проблемы, то, конечно же, исследование будет выполняться раньше. В данном случае речь шла именно о профилактике, да, о диспансеризации. А что касается маммографии и УЗИ, то есть так ли это, что до 40 маммографию нельзя делать, а можно только УЗИ, а после 40 уже делают маммографию? Здесь этот вопрос больше связан с структурой ткани молочной железы, потому что при выполнении маммографии, то есть рентгеновского исследования молочной железы, существует несколько типов плотности ткани, точнее их 4. И последние два типа – это когда железистая ткань преобладает наджировой тканью. Если таким женщинам выполнять маммографию, то мы сможем, ну, не точно диагностировать патологию, которая у них есть, потому что мы не сможем просмотреть структуру железистой ткани. Поэтому для них будет выполнено ультразвуковое исследование молочных желез. Если же существует такой термин, как ранняя фиброзно-жировая инволюция, когда ткань молочной железы, ну, скажем так, раньше положенного возраста, условно, да, произошло замещение жировой ткани, то для этих женщин вполне вероятно, мы им будем советовать выполнять маммографию, рентгеновское исследование молочной железы, потому что оно для них будет более эффективно в диагностике рака молочной железы. А это первое, на что направлено наше внимание, то есть не пропустить самого грозного врага. Наталья Александровна, Вы можете для наших телезрителей рассказать поподробнее про каждую стадию, да, вот всего их 4, правильно, стадии рака молочной железы. И, возможно, ну, даже сказать, на каких стадиях рак обратим и вообще обратим ли он? Ну, я хочу сказать, что, конечно, стадии рака молочной железы 4, но ни на какой стадии не нужно терять надежду и отказываться от лечения, которое Вам будет предложено. Потому что в современном мире существует не только хирургическое лечение, как большинство, к сожалению, недостаточно просвещенных женщин считают, что достаточно удалить рак, и ты его вылечил. Не совсем так. Рак молочной железы делят на 4 стадии. В любом случае, даже если у Вас 4 стадия, не стоит отчаиваться и отказываться от предложенной помощи. На основании чего мы выделяем эти 4 стадии рака молочной железы. То есть мы пользуемся международной системой ТНМ, где вот эти вот символы обозначают определенное значение. То есть Т – это тюма, или опухоль. Это размер опухоли. По размеру опухоли, собственно говоря, мы выделяем Т1, Т2, Т3, Т4. То есть опухоль до 2 см, от 2 до 5 см, ну и как бы и далее. Соответственно, Н – символ принадлежит лимфоузлам. Есть ли поражение регионарных лимфоузлов или нет? Что такое регионарные? По отношению к молочной железе, это подмышечные лимфоузлы. То есть те лимфоузлы, в которые в первую очередь происходит метастазирование рака молочной железы. И символ М – это метастазы, это отдаленные метастазы, когда заболевание вышло за пределы органа. Это могут быть метастазы в легкие, в кости, в головной мозг, в брюшении, в яичнике. К сожалению, не очень радостная ситуация. И вот составляя вместе эти символы, грубо говоря, размер опухоли, поражение регионарных лимфоузлов и наличие или отсутствие отдаленных метастазов, мы выставляем стадию рака молочной железы. То есть, да, их действительно 4, и первые 2 стадии, они относятся к ранним стадиям рака молочной железы, когда опухоль не вышла за пределы органа. То есть это небольшой размер опухоли и плюс, возможно, поражение лимфоузлов. Какие симптомы должны насторожить, чтобы обратиться к врачу? Хотя вот вы немного уже про это сказали, но, может быть, можно поподробнее. Я думаю, что самая частая форма рака молочной железы – это узловая форма. То есть когда женщина при самообследовании в ткани молочной железы находит абсолютно безболезненное уплотнение, которое плохо смещаемое, оно определяется и стоя, и лёжа. То есть как бы ты ни крутил, да, вот это уплотнение в ткани молочной железы существует. И часто женщины, нащупав такое уплотнение, они сами обращаются за медицинской помощью. Конечно же, есть другие симптомы и есть другие формы рака молочной железы. Например, это могут быть воспалительные формы рака молочной железы, которые очень трудно отдифференцировать от мастита, да, простого воспаления молочной железы. Когда молочная железа будет увеличена в объёме, кожа её покраснеет, то есть повысится температура кожи над молочной железой, появится болезненность. И вот грань между именно воспалением молочной железы и маститоподобной формой рака, да, она очень тонкая, её может провести только специалист. Конечно же, нужно обращать внимание на асимметрию, которая появляется. То есть если вдруг молочная железа увеличилась в объёме за незначительный промежуток времени, то, конечно же, это должно насторожить женщину. Если она увидела втяжение кожи на молочной железе, да, женщина поднимает руку перед зеркалом, и на коже молочной железы видна ямочка. Да, это явно такого не должно быть, то есть это должно заставить её насторожиться и обратиться за медицинской помощью. Это может быть непосредственно изменение кожи молочной железы, её отёк и изменение по типу лимонной корки. Но это, к сожалению, не относится к ранним формам рака молочной железы. Наиболее, наверное, адекватно заострить внимание на том, что это плотный, безболезненный узел в ткани молочной железы. Мы с вами говорим в основном про женщин, но скажите, так ли это, что и для мужчин реален рак молочной железы? Бывает ли такое? И, возможно, им тоже нужно какую-то профилактику проходить? Рак молочной железы у мужчин встречается в сто раз реже, чем у женщин, и, конечно же, имеет свои особенности. Ввиду того, что незначительный размер самого органа, то опухоль, как правило, занимает его большую часть, и распространённость процесса на момент выявления отнюдь не соответствует ранним стадиям. Поэтому для ранней диагностики, и если мужчин что-то беспокоит, наверное, лучше обратиться к урологу, который сможет оценить, из какой области проблема, и посоветовать пути её дальнейшего решения. И такой ещё вопрос. Какие возможности у нас в Мурманской области есть по лечению рака молочной железы? И вообще двигаемся ли мы в ногу со временем? Да, конечно. Дело в том, что если условно разделить всё лечение, то существует хирургическая часть, существует химиотерапевтическая часть, есть гормональная терапия рака молочной железы, таргетная терапия и лучевая терапия. То есть в каждой из этих областей за последнее время произошёл значимый прогресс. Я, конечно, как хирург могу говорить о хирургии. Частично я затронула этот вопрос, и мы коснулись к тому, что сейчас набирает обороты такое направление, как онкопластика. Но в хирургической части произошли ещё другие изменения. Например, если раньше мы выполняли всем женщинам лимфоденоктомию, то есть полное удаление лимфоузлов подмышечной впадины первого-второго уровней, то сейчас на начальных стадиях мы начинаем хирургическое вмешательство с биопсии сигнальных лимфоузлов, предварительно пометив их радиофармпрепаратов. И если в этих лимфоузлах нет микрометастазов и опухолевых клеток, то не проводится такая обширная лимфодисекция, которая выполнялась ранее, что позволяет сохранить функцию верхней конечности и избежать такого осложнения, которое очень беспокоит женщин, как лимфостаз верхней конечности. Спасибо. У нас также есть вопросы от наших телезрителей для вас. И первый из них – это спрашивают, в каком возрасте следует начинать обследование, проходить обследование. Такой границы нет, потому что в моей практике была и консультация детей. То есть проблемы могут возникнуть в любом возрасте. Соответственно, если вы заметили, что с вами что-то не так, придите, пожалуйста, к специалисту, и вы найдете доступные пути решения вашей проблемы. Мурманчанка спрашивает, если у ее мамы был рак молочной железы, высок ли риск и для нее? Ну, здесь просматривается, это, конечно же, повышает для нее риск рака молочной железы. Но здесь нужно просматривать не только наличие этой патологии у мамы, а также нужно рассматривать родственников по линии мамы, по линии отца. И по отношению к раку молочной железы – это сочетание рака молочной железы и рака кишечника, рака молочной железы и рака яичников. И, то есть, проведя вот такой вот анализ родословный, уже можно рекомендовать, например, генетическое тестирование. И если будут выявлены специфические мутации, которые встречаются при раке молочной железы, то тогда порекомендовать особый алгоритм наблюдения для данной женщины. А нужно ли что-то делать с доброкачественными образованиями? Также еще один вопрос. Дело в том, что в современном мире с доброкачественными образованиями, конечно же, можно поступать по-разному, скажем так. Есть консервативная тактика, есть хирургическая тактика. То есть, да, есть женщины, которые панически боятся операций, и они предпочитают, если им выявили, например, доброкачественную опухоль молочной железы, наиболее частую фибраторному, они предпочитают наблюдение. Да, действительно, такой вариант может быть выбран, может выполняться УЗИ молочных желез с оценкой размером этого образования. Но дело в том, что если будет отклонение от размеров этого образования в сторону увеличения, то данной женщине все равно будет предложено хирургическое лечение. Есть хирургическое лечение доброкачественных образований, когда мы проводим это обязательно. То есть, это в рамках протокола ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. То есть, женщины, которые мечтают стать матерью, да, и пользуются вот таким методом достижения своей цели. То есть, для них такая операция будет обязательной. И если же, конечно же, это доброкачественное образование резко увеличивается в размеры, вызывает болевые ощущения и мешает женщине чувствовать комфортно себя в каждом дне, да, и тоже будет предложено хирургическое лечение. Ну, давайте такой подыток нашей беседы подведем последним вопросом. Как себя беречь, чтобы предостеречь себя от рака? К сожалению, от всего страховки в жизни не существует, но наше корректное поведение и ответственность за себя, наверное, позволит нам, по крайней мере, диагностировать эту проблему на ранних стадиях. То есть, я считаю, что мы должны регулярно проходить плановые осмотры и выполнять маммографию после 40. Наталья Александровна, спасибо вам большое за увлекательную информативную беседу. Наша программа подошла к концу. Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова